Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на канале УМЗАП и с вами я, Роман. У нас сегодня интересный случай. Приехал автомобиль Kia Sorento. Вот и владелец любезно согласился дать небольшое интервью и рассказать об автомобиле. Представьтесь, пожалуйста, расскажите. Меня зовут Виктор. Автомобилем я владею уже более двух лет. Первый владелец с нуля, вы купили его? Нет, я второй владелец автомобиля. Я его приобретал, был пробег в районе 80 тысяч. На данный момент пробег 150 с большим тысяч. На 120 тысяч обратился, поселись, не буду называть. Вам сделали ремонт двигателя, по-моему, да? Да, мне сделали как ремонт двигателя. А ремонт вам именно расточили блок под ремонтные поршни, не гильзовали его, а поставили ремонтные поршни, правильно? Все верно, да. Блок просто расточили, не гильзовали, установили поршни ремонтные. Получается, из-за чего я изначально к ним обратился? Просто я удалил в другом сервисе тоже тотализатор, перепрошили мне автомобиль под Евро-2 и после этого у меня начал мотор расходовать масло. Даже, получается, более литра, тысячи километров. Далее, сделал я эндоскопию в другом сервисе, посмотрели, да, присутствовали задели в поршневой группе и, соответственно, на стенках цилиндров тоже масло присутствовало. Ну и решился уже полностью двигатель отремонтировать. Нашел там это сервис в Москве. Это вот где вам как раз расточили ремонтные поршни? Да, да, все верно. И сколько проехали после ремонта? После ремонта проехал на данный момент около 25 тысяч. А сейчас что? Сейчас, в данный момент, тоже расходует масло около литра на тысячу километров. И, соответственно, через знакомых и через интернет я, соответственно, нашел вас и приехал, скажем, на ремонт двигателя. Спасибо. Ну что ж, тогда будем разбирать, смотреть, что происходит и из-за чего расходуется масло. Вам обязательно об этом расскажем и покажем. Пробег 152 318 на данный момент. То есть, когда начался жор масла, было 127 примерно, 125, 128. Ну что ж, сейчас давай пока заведем, послушаем. Ну стуков никаких нет, ну во всяком случае послушаем. Работает тихо. И вам даже, когда ремонтировали двигатель, вы сказали, что вам заменили масляный насос, но все-таки оставили вот эти насосы с балансирными валами, оригинальный поставили. Ну работает тихо. Ну это запотевание, это не страшно. Глушим, не будем отравлять атмосферу. Да разберемся, а вы же заодно потом его посмотрите в ютубе. Есть? Задиры видны? Просто культ забыли поставить. Да нет, стук есть небольшой, не критично. А вот отсюда, глянь, да нет, криминал такого, чтоб прям вах нету. Послушаем. Этот поменьше, этот гремит. Видишь, вот полоса. Полоса, да, есть пока. Ну вот масло, жало видно, что здесь вот следы на голове, да. Пропускают. Надо вынимать, смотреть дальше, что там. Разобрали блок по горячим следам. Давайте-ка быстро посмотрим. Основной причиной жора масла явился у нас вот этот прекрасный хон на цилиндрах. Здесь, по всей видимости, его руками наносили, потому что он очень грубый, неравномерный. Если посмотреть на цилиндр, если камера сможет передать это, то, с одной стороны, он блестящий цилиндр в верхней части. В верхней части он матовый хон, а в нижней части цилиндр он блестит, как зеркало, без всяких, без всякого хона. И на всех цилиндрах так причем, на всех четырех. И такое впечатление, будто они неровные. И риски хона тоже нанесены неравномерно. Когда станок наносит, то рисочки прямо одна к одной идет ровно. А здесь же такое впечатление, они все неровные. Одна в одну сторону смотрит, другая в другую. Здесь вообще фиг знает, как нарисованы в третьем цилиндре. Ерундистика какая-то. Ну и вот, соответственно, из-за того, что цилиндры были не круглые, как по-русски это сказать, цилиндры были не цилиндрические, а имели там эллипсис какую-то, то, естественно, жрало масло. Правильно я говорю? Правильно. И вскрыли, посмотрели вкладыши. На вкладышах тоже были риски. Учитывая, что вкладыши поставили новые, и мотор на них проехал 25 тысяч километров. Ну, это слишком большой износ, особенно вот этот коренной вкладыш здоровый. Ну, шатунные-то еще более-менее ровненькие. Вон у меня. Есть там, конечно, задирочки, ну, не задирочки, а потертости, я бы сказал. Поршни, кстати, за 25 тысяч не оригинальные все равно риски. Но опять же, масло ела не из-за рисок, а из-за овальности цилиндров и вал коленчатый точно так же. Внешне он блестящий и красивый, но собака, он неровный. Потому что здесь такое ощущение, будто как ихон такой же грубый. Прям вот ведешь, чувствуется царапины какие-то. Что здесь, что здесь. Это у нас вторая шейка, третья. На третьей шейке, прям когда его утираешь, вообще думаешь, что такое-то. Беда какая-то, он прям как наждачная бумага. Ну вот. И масляный насос, соответственно, точно так же он имеет выработку. Обратите внимание, да, здесь на вкладышах у него тоже царапины имеются на всех. И звездочки имеют царапины. Что с этой стороны, как-то все подозрительно. Все работало здесь на пределе. Еще бы чуть-чуть, еще бы чуть-чуть и что-то бы обязательно вклинило. Итак, друзья, у нас каждый ремонт все интереснее и интереснее. И в этом случае, когда отдали блок на расточковую гильзовку, оказалось, что здесь блок, оказывается, никто не растачивал под ремонтный размер. Он остался в размере 88, там плюс одна десятая. И, по всей видимости, этот блок руками пытались расточить. Сейчас я еще вернусь обратно в цех, померяю поршни, потому что, как Женя наш токарь сказал, что и поршни, скорее всего, стандартные. Поэтому туда впихнули все, что можно. И руками попытались, видимо, с дрелью, с насадкой, либо какими-то старыми брусками. Как? Хонинганули, короче, через задницу, там получилось все криво. Могли, да, с наждачной бумагой сделать, как Женя подсказывает. В общем, мы этого не видели, но факт остается в том, что сделано все, короче, через задницу. Мы же сейчас сделаем стандартно, как делаем обычно. У нас останутся здесь родные чугунные гильзы, которые туда влиты. Мы их просто расточим, туда запрессуем ремонтные гильзы, и уже ремонтные гильзы расточим под стандартные поршни оригинальные, и будет все, как обычно, хорошо. Так, вот блок Женя уже черновую расточку сделал. Как видите, да, гильзы сохранили. Вот они чугунные, это серые, а блестящие, вот это алюминий остается. Вот сюда мы запрессуем вот такую хорошую автовильтовскую гильзу, которую уже расточим внутри под оригинальный стандартный поршень. Итак, друзья, вечер-то перестает быть томным. Блок действительно не растачивался, и под ремонтные поршни, вот эти китайские поршни, не оригинальные, стоят диаметром 88 миллиметров. Причем непонятно, зачем это нужно было делать. Ну, скажи ты человек, что ты хон восстановил, да, и поставил мне не оригинальные китайские поршни-то. Ну, за слово владельца, вот 88 миллиметров, даже не обманываю. Так что кривой ремонт. Отсюда и повышенный расход масла. Во-первых, поршни стоят номинального диаметра, а блок цилиндров был через попу хувырком отходингован, и нанесен какой-то кривой хон. Соответственно, все это вкупе давало большой зазор между поршнями и кольцами, и, соответственно, работало все неправильно. Помнимательней. Так, давайте посмотрим, какие запчасти новые мы будем устанавливать на этот двигатель. Итак, поехали. Мы переделаем масляную систему. Для этого поставим насос от двухлитрового мотора. При замене насоса на двухлитровый меняется поддон двигателя. Соответственно, поддон новый. Также будет установлен ролик. Вкладыши, как коренные, так и шатунные. Наши внимательные зрители спросят, а чего же вы ставите вот такие вот коренные вкладыши-то, какие-то непонятные. Так мы ответим, потому что здесь вкладыши подбираются по буквенному коду, соответственно, по цветам различаются. У нас совпало так, что коренные вкладыши все одного цвета. Соответственно, если ты берешь комплект вот такой вот, то это выходит дешевле, нежели ты берешь по отдельности коробочки. Поэтому, в данном случае, коренные вкладыши были поставлены одного цвета от такой фирмы. Но она тоже, в принципе, неплохая. Мы ставили, жалоб не было. Кольца поршневые, соответственно, поршни тоже будут новые установлены. И при замене на двухлитровый насос также меняется шестерня привода масляного насоса. Цепь масляного насоса будет новая, успокоитель, свеча зажигания, свечи, правильнее будет сказать, зажигание болты одноразовые. Также при установке нового насоса новые болты будут использоваться. Крепление другое, масляный фильтр. Ступица у клиента, по-моему, передняя, если не ошибаюсь, не одинаковая. И, естественно, комплект прокладок, сальников и уплотнение для двигателей. А пойдемте-ка посмотрим на коленщий вал. Вот он наш отремонтированный блок. Что же мы сделали такого волшебного? А мы его загилизовали. Видите, теперь уже здесь вставлены чугунным пальцем блесном, маслом помазаны. Помазаны, тьфу, помазаны. Поставлены чугунные гильзы. Обратите внимание, какой ход. Вот. Сейчас даже мы сделаем картиночку курятом, какой был старый ход и какой новый. И почувствуйте, как говорится, разницу. Вот такие гильзы ходят долго и счастливо. Вал коленчатый новый установлен. Это вот коробка от него, а внутри лежит старый коленчатый вал. Поршни уже установлены на жетоны и поршневые кольца собраны. Все вместе готово к сборке и установке. На это, соответственно, масло будет залито. Вот такое 5.20. Слить же рукой. Головку еще не успели сделать, но Юра как раз ее, видите, начал делать. Снял с него стаканчики. Сейчас будет протирать клапана и presкий слой шарении. Верхняя цепь и успокоители вместе с натяжителями с верхними, где он второй лежит, останутся старыми, потому что их владельцы меняли, когда вот так вот ремонтировали двигатель. Но они вроде новые и внешне тоже. Поэтому мы их менять не будем. Здесь цепь верхнюю мы оставили старую, успокоители тоже старые, натяжители тоже останутся старые, потому что их со слов владельца меняли, когда ему ремонтировали двигатель, но, естественно, успокоители нижние поставили новые и цепь нижние тоже поставили новые, это мы показывали ранее. Ну что, друзья мои, у нашего автомобиля мотор собран, установлен, выкатили его сюда, давайте же его и заведем. Хочу обратить внимание, хоть и машина 10-го года, но кузов у нее в идеальном состоянии, внешне даже и не скажешь, что она такая. Десятилетняя машина-то и смотрится свежо, ну ладно, не будем отвлекаться на мелочи, давайте заведем. Работает хорошо и тихо, давайте капот откроем. Он еще холодный, совсем, немножко потряхивает, это мы сюда поставили насос без балансированных валов, ну а в целом работает тихо, без всяких ступ. Но он-то у него и не стучал, у него масло жрало. И в завершение хочется отметить, что цена ошибки, вот так вот, цена кривых рук непрофессиональных механиков обошлась в 200 тысяч рублей, то есть 70 тысяч рублей это по работам, по двигателю снять, поставить, разобрать, собрать, расточить, захонинговать и завести. И 130 тысяч рублей это по запасным частям, включая там росточную гильзовку, хонинговку, сами гильзы и все запасные части и расходные материалы. Так что, доверяйте профессионалам, пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Ну а с вами был я, Роман. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова